Хорос Силвер Хорос Силвер – это пианист. Очень интересный в джазовой среде и очень уважаемый всеми джазменами. Публика знает его гораздо меньше, потому что он никогда не заботился о своей славе. Это был человек, который любил музыку, был погружён в неё и написал много джазовых тем, которые стали инструментальными стандартами. А через несколько лет появились какие-то добровольцы, которые ко всем его мелодиям весьма заковыристым всё-таки сумели написать тексты. И тогда вокалисты начинали петь его музыку. А музыка у него была разная, и мы послушаем. Хорос Силвер – интересный человек по происхождению. Он родился на острове Капа-Верде. Это остров в Атлантическом океане, достаточно далеко от Америки. Его отец – португалец, а мама – ирланка, но чернокожая. То есть, вот такая смесь бурная какая-то. Капа-Верде интересен тем, что там, конечно, господствовали латиноамериканские ритмы. С детства он всё это освоил. И когда он приехал в Нью-Йорк и стал появляться на Джим Сэшнс, он играл не боковец как виртуозно на рояле, но очень хитренькие рифы находил, которые всегда подходили. И очень относился с большим почтением ко всяким находкам. Он найдёт одну фразу и будет её по несколько раз крутить. С секвенциями играет. И вроде бы играет ударно на фортепиано. Выяснилось, что его любимый пианист Бат Паулл и Филориус Монг. Да, не Питерсон, не какой-нибудь академический человек, а вот такая игра на рояле как бы любителя. Но какой-то очень светлый человек, и о себе оставил он прекрасную память, и прожил, кстати, долгую жизнь. Родился он в 1928 году. Вот что я хочу о нём ещё сказать. Самое главное, опять мы сталкиваемся с проблемой лидерства. Ну, не хотел он быть лидером. Никогда не руководил оркестром. Да, был его квинтет, его трио, его квартет, да, были. Но биг-бендов не было, оркестры он не делал. Правда, записал свой квартет с хором, допустим, или с такими пластинками. Разные были предложения, на которые он ушёл. Но, в принципе, всё-таки он остался, как пианист и композитор, остался в памяти, в джазовой истории. Давайте посмотрим фрагмент его выступления в Ньюпорте на фестивале в 1959 году. Это молодой фестиваль. Он начинался только в 1954 году. Значит, это пятый или шестой фестиваль. И исполняется тема его, которая называется «Синьор Блюз». Чувствуете, и испанское что-то, портуэльское, и грязянское. Мы соединяем. «Синьор Блюз» называется тема. Его партнёры Блю Митчелл и Джуньор Кук. Это известные музыканты. Блю Митчелл Трубач, Джуньор Кук, саксофонист. «Синьор Блюз» «Синьор Блюз» «Синьор Блюз» «Синьор Блюз» «Синьор Блюз» КОНЕЦ 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 В 1954 году он подружился с барбальщиком, которого называли Арт Блейки. И вместе они сделали состав, квинтет, это любимая форма хардбопа, вместе сделали состав, который должен играть хардбоп, и он придумал название хора всего, давай назовём наш ансамбль «Джаз Мессенджерс». То есть мы посланцы джаза, оттуда, конечно, да, мы делаем правильную музыку, божественную музыку. Это название привелось, и «Джаз Мессенджерс», этот состав, существовал, пока же был Арт Блейкой. То есть очень долго существовал. Ансамбль был знаковый, как модерн джаз-квартет, как квартет Брубака. Музыканты менялись, но состав остался прежним. Иногда добавлялся тромбон, а так вообще, соглафон, труба, ритм, формула хардбопа. Так вот, Сювера была эта идея, его идея, такое название, всё. Но сам Сювер сказал, ну, я не буду с тобой играть, давай. Он сыграл немножко с ним, сыграл и ушёл. Почему он не стал играть? Он понимал, что Блейки хочет быть лимитером. У Блейки был лидерский характер. А он сказал, пианино будет там зажимать моё, я как бы сделаю сам ансамбль свой. И он сделал точно такой же ансамбль, как Jazz Messages. Их музыку можно даже перепутать. Они почти одинаково играют. Стилизистически одинаковые бригады, квинтеты. Но Сювер не захотел играть Блейки, почувствовал в нём сильную личность, которая подчинял себе всё. Поэтому у Сювера свой квинтет, который играет, как право, его музыку. Он устанавливает правила. Давайте послушаем, как играет квартет Сювера в том же 59-м году. Пьеса называется «Cool Eyes», то есть «Прохладные глаза». «Прохладные глаза» 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 Сювер относится к тем музыкантам, которые умеют благодарить людей, если им помогают. А он тоже пользовался покровительством знаменитой баронессы Джаза, некий Кёнигсвартер, которая помогала выжить Монку, Паркеру, которая расстеляла людей в гостинице за свой счёт, давала деньги на что-то, на что было нужно. Сювер не очень в этом ждался, он был человек здравый, осторожный, но тем не менее он уважал усилия Ники, поэтому в его репертуаре появилась очень популярная такая басанова, которая называется Никас Дрим, «Сон Ники». Послушаем эту тему, потому что её играют все музыканты, но джем-сэшн – это джазовый стандарт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я забыл представить вам вокалистку. Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давным-давным Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры 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 создавал DimaTorzok